С сегодняшнего дня книг в библиотеке имени Горького стало больше в разы. И теперь, чтобы ознакомиться с художественной или исторической литературой, не нужно проходить в читальные залы. Книги ждут читателей уже в холле. Так стартует традиционный межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» с книжной выставки-ярмарки ведущих издательств России. Его цели и основные задачи очень созвучны тематическому году. Они направлены на формирование и создание единого культурного пространства страны, поддержку и продвижение чтения и книги, продвижение национальных литератур и языков, формирование положительного образа человека-читающего. Фестиваль зародился в далеком 95-м. Тогда выставка-ярмарка прошла впервые и называлась «Издано в Рязани». С 2004 года выставка стала называться «Рязанская книга». За это время прошло 10 таких. А в 2011-м выставка переросла в межрегиональный фестиваль под названием «Региональная книга России». И в те годы участие приняли больше 50 издательств и издающих организаций из 14 регионов Центрального федерального округа. Мы бережно сохраняем эти традиции, сохраняем их в продолжающемся уже с 1995 года фестивале, тогда книжной выставке-ярмарке изданной в Рязани. Мы помним имена организаторов этого фестиваля и тогда выставки-ярмарки. И очень рады тому, что сегодняшнее поколение библиотекарей, издателей, организаторов продолжает это святое, важное дело по сохранению нашей отечественной литературы, издательского дела и предлагает новые книги, новые проекты современным читателям. Сегодня издательств уже 70 из Стулы, Саратова, Мордовии, Татарстана, Республики Коми, но особое место занимают работы издательства Донецкой Народной Республики. Они презентуют книги местных авторов «Мариуполь», «Право на правду» и другие. И на подведении итогов конкурса «Книга года», а в списке заявки от 182 изданий от 63 российских издательств, включая ДНР, книга «Большое открытие страны огня» стала победителем в номинации «Сохранение исторической памяти». Победитель начал свою торжественную речь со слов «Здравствуйте, друзья», но, словно осекся, сказал иначе. «Здравствуйте, дорогие наши соотечественники». На 8 лет, 8 долгих лет ждали этого момента. Мы не просто ждали, мы работали, мы заявляли о себе. Мы читали, мы писали, мы издавали, мы привозили. Мы дождались этого. И мы это делаем для того, чтобы поколение, которое идет за нами, осталось в них правда, вера, история, которую мы не предаем. И делаем мы это, потому что до вас никогда никто не сдадет и не поставит на колени. В рамках фестиваля можно будет встретиться с писателем Леонидом Юзефовичем, поэтом Максимом Лаврентьевым, с писателем Иосифом Линдером. В дни фестиваля известный молодой режиссер, актер, сценарист Илья Северов проведет мастер-класс. Кроме того, посетители фестиваля смогут пообщаться и с рязанскими писателями и поэтами Ольгой Сидоровой, Людмилой Анисаровой, Татьяной Бочаровой, Александром Трушиным, Александром Потаповым, Татьяной Салекиной. Расписание мероприятий есть на сайте Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.